МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сроки пропущенные в городе опять не могут определиться с датой окончания ремонтных работ. Звуки редких музыкальных инструментов. В Наукограде выступит Добрыня Сатин, один из самых аутентичных музыкантов Горного Алтая. Итак, начнем. Самую многочисленную на сегодняшний день группу Вичан проводили от военкомата. В трех автобусов мобилизованы мужчины, всего 133 человека. Они направляются в формирующуюся мотострелковую бригаду. На пункт сбора прибыли получившие повестку рядовые и офицеры вместе с добровольцами. Каждому из них проверили состояние здоровья, выдали экипировку, оформили социальную выплату, помогли решить проблемные вопросы с представителями службы приставов. Бойцы направились зато в Сибирске, там они пересядут в эшелон и далее в Оренбургскую область. Отметим, что за три дня на этой неделе в Бийске были призваны 270 мужчин. Сроки пропущены, рабочих нет. В Бийске ремонт на двух городских дорогах уже должны были закончить. Однако работы до сих пор ведутся и, в общем-то, непонятно, успеют ли их завершить до зимы и как повлияют низкие температуры на качество дорожного полотна. До 1 сентября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Наукограде должны были отремонтировать переулок Предельный. До 1 октября улицу Красноармейскую. Представители общественного движения «Народный фронт» проверили, на какой стадии сейчас находятся работы. Выводы неутешительные. Так, активисты призывают администрацию города либо прекратить ремонтные работы до следующего года, либо скорректировать работу в связи с установившимся похолоданием. Как пояснил Вячеслав Пермяков, заказчики могут оперативно провести претензионную работу, так как строительно-дорожные работы в связи с ночными минусовыми температурами нужно проводить с использованием соответствующих добавок в асфальтобетонную смесь, а также следить за ее температурой и тщательной подготовкой поверхности перед укладкой. Добавим, что на ремонт переулка Предельный выделено больше 37 миллионов рублей, на улицу Красноармейскую почти 22 миллиона. Как отмечают общественники, проекты, сметы и деньги есть, а вот ремонта в итоге нет. На сегодняшний день рабочих на данных объектах наблюдается незначительное количество. Общественники боятся, что внушительные денежные средства будут закопаны зря. В Бейске больше 350 человек вернули часть расходов на уголь. Это удалось сделать благодаря компенсации от правительства региона. Виктор Томенко выделил 1 миллиард рублей, чтобы уберечь жителей от скачка цен, зафиксированного в мае этого года, когда твердое топливо подорожало на 21%. Добавим, что оформить компенсацию могут все бейчане вне зависимости от уровня дохода и наличия льгот. Компенсацию высчитывают, исходя из фактической цены и объема приобретенного угля. А вот размер выплаты зависит от количества людей, проживающих в доме, и наличия выплат и социальной защиты по аналогичному поводу. Так, бейчане, которые уже оформили компенсацию, в среднем получают от 300 до 2000 рублей. Для оформления компенсации необходимо документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающий документ на жилое помещение, то есть, чтобы было понятно, что человек действительно отапливается углем, а не проживает в многоквартирном доме. Платежный документ с расшифровкой наименования марки угля, то есть, что человек приобрел уголь за деньги и, соответственно, приобрел его после 1 июня 2022 года. И реквизиты счетов кредитной организации. Узнали о сложной технологии плетения ценовок и ткачества. Фестиваль науки сегодня открыли в Педагогическом университете Бийском. Наша съемочная группа побывала на одной из самых уникальных площадок. Алена Кисеева расскажет о работе студенческой научной лаборатории этнической культуры Алтая. Роль науки в современном мире многогранна. Это в первую очередь катализатор развития общества, который открывает удивительные возможности и облегчает жизнь современного человека. А еще у нее буквально нет границ. Об этом сегодня рассказали ученые-школьникам и студентам Бийского педагогического университета. В учебном заведении состоялось торжественное открытие фестиваля науки. Представьте себе, даже только в этом 2022 году мы получили уже достаточно серьезные научные исследования. Первое. Наш известный ученый Анатолий Иванович Гусев, доктор-геолога минералогических наук, сделал новое открытие месторождений в нашем Алтайском крае. Или, допустим, Олег Анатольевич Сычев разработал новую анкету исследований психологических особенностей студентов. На разных площадках университета прошли круглые столы и мастер-классы. Но особый интерес в этот день привлекла научная лаборатория этнической культуры Алтая. В этом музейном комплексе большую часть предметов воссоздали студенты, опираясь на результаты исследований, этнографов, археологов и музейных работников. Вот стоит станок, вот этот ткацкий, алтайский. Его ни в одном музее нет. Этого станка, вот он изготовлен был по материалам этнографа Попова. У него там схемы были представлены. И фотографии, она вон там у нас висит, алтайчики, которые за ткацким станком. И всё. Размеров не было. Как на нём ткать, не было ничего. И мы вот по исследованию изучили внимательно и изготовили этот станок. И запустили его в работу, освоили технологию. Школьники и студенты не просто наблюдали за уникальными экспонатами, но и смогли прикоснуться к самым первым технологиям ткачества тканей. И тем, что были известны позднее, в 19 веке. А ещё они узнали, как проходил процесс плетения циновок у народов, проживавших на территории Алтая. Вот мы выточили насечки, заготовили верёвки, по две на каждую насечку. Закрепляли мы просто их на ветках, либо на каких-то палочках. Накручивались просто, чтобы было удобнее работать. И потом заготавливался сам материал для циновки. Зачастую это просто было сено, допустим. Либо какие-то тоже палочки тоненькие. Они просто брались, ложились сверху. И самый простой способ – просто перекидывались друг на друга. И ниточка вот так вот внахлёст, она закрепляла эту палочку. Фестиваль науки в Педагогическом университете представлен в разных форматах. От игрового до исследовательски-проектного. Учащиеся и студенты в течение недели обязательно найдут близкие для себя отрасли знаний. На выбор физика, математика, биология, химия. Можно будет узнать много интересного даже о китайском языке. Алена Кисеева, Илья Питков. Будни. Не переключайтесь, мы вернёмся в эфир через пару минут. Распродажа обуви для проблемных ног от 1600 рублей. Пенсионерам скидка 25%. С 25 по 30 октября в городском дворце культуры. 30, да-да, 30% вы экономите, покупая куртку или пуховик в нашем магазине в октябре. Ермак, Митрофаново 35, Остановка, вокзал. Распродажа. Термобельё от 1000 рублей для мужчин и женщин. Для активного отдыха и повседневной жизни. Комплекты и лосины до 72 размера. А также термоноски. С 25 по 30 октября в городском дворце культуры. Мечтаешь работать на камеру? Брать интервью и быть в эпицентре событий? Видишь острые темы? Борешься за справедливость и умеешь добиться своего? Тогда ты наш человек. И мы ждём тебя на должности тележурналиста Бийского телевидения. Среди бонусов – молодой коллектив, достойная зарплата, а главное – отличная возможность карьерного роста. Звони прямо сейчас в редакцию новостей Бийского ТВ. Борьба с информационным мусором продолжается. Сегодня сотрудники администрации города демонтировали очередную незаконно установленную рекламную конструкцию на пересечении улиц Каховской и переулка Яровой. Баннеры, щиты, буклеты и объявления. Реклама в Бийске хаотично заполняет город. Однако далеко не все объекты установлены законно. Во-первых, они создают визуальный мусор на улицах города. Портят облик города. Иногда мешают обзору для водителей, например, если устанавливать на пересечении улиц. Просто нарушают законодательство. Они же должны получить разрешение. Соответствующие предписания сотрудники мэрии в ходе рейда сначала вручают нарушителям. Также официальные документы направляют на электронную почту организации. И в течение месяца собственник должен демонтировать конструкцию, установленную на муниципальной земле. В случае невыполнения предписаний объект сносят. А вот и ныне там. Мусорная гора продолжает расти большими темпами. Несмотря на то, что после выхода нашего сюжета о мусорной проблеме на улице Угольной там появился второй бак. В целом ситуация не изменилась. Вообще только телевидение отреагировало. Администрация молчит. Роспотребнадзор молчит. ЦСКА вообще некомпетентна. В борьбе с мусором жители многоквартирных домов все еще продолжают проигрывать. Два бака переполнены и вокруг горы отходов. Крупногабаритный мусор не двигается с места годами. К тому же третья управляющая компания не участвует в проблеме. Ссылаясь на долги одного из многоквартирных домов, по словам жителей, руководители в грубой форме отказывают в предоставлении бака. Еще хуже, еще хуже в 10 раз стало. Бак вроде бы установила вторая управляющая компания. Но мусор не вывозится, не справляется ЖКХ, я не знаю в чем дело. Но уже стоит два бака, и пообещали третий, никто его не установил. Мы задыхаемся. У нас собаки, у нас антисанитария, все плохо. Мы намерены продолжить разбираться в ситуации и направили сегодня запрос в Роспотребнадзор и администрацию города. Вернемся к этой теме в ближайшие дни. И к другим темам. Если вы слышите песню, что льется, как непокорная горная катунь, а звуки редких музыкальных инструментов вызывают мурашки, скорее всего, поет Добрыня Сатин, один из самых аутентичных музыкантов Горного Алтая. Мастер горлового пения, звезда проекта «Орел и Решка» посетил Биск, и наша съемочная группа побывала в закулисе. Подробности в следующем сюжете. Дотронуться до сердец. В этих ребятах кажется необычно все. Музыкальные инструменты, редкая техника исполнения, выступления в национальных костюмах. Семь человек вместе пишут песни, и вместе, играя на нескольких видах гитар, кларнете, саксофоне, флейте, синтезаторе и даже барабане ручной работы, создают неповторимую атмосферу. Это песня о свете, о любви, о творце. Потому что я считаю, что в такое время нужно именно дарить это людям. И все это смешано с алтайской мудростью, с его философией. И это мы все транслируем через музыку, объединившись с ребятами. Ну, такую, можно сказать, добрую миссию несем. Если слушать вживую, мурашек не избежать. Звуки, которые издают тапшур, и кили, комус, завораживают как неискушенного человека, так и профессиональных музыкантов, которые знают, насколько это сложно собрать единое целое творческих людей и создать по-настоящему качественный продукт. Я, допустим, на этом инструменте могу сыграть всего лишь две мелодии. Но я их так люблю. И это не значит, что я на нем играю суперкруто, профессионально. Я на нем играю две мелодии, мне этого достаточно. Но они мои любимые. И все. Я говорю, ты у нас в таких много инструментов играешь. Но я не играю на таких много инструментов. Я просто люблю это дело. И все на самом деле очень просто. Он хотел поступать в хореографическое училище, а попал в алтайскую студию для мальчиков, где и научился технике горлового пения. А потом, словно магнитом, к Добрыне Сатину стали притягиваться люди, которые понимали друг друга с полуслова. Этому учит, наверное, Алтай. Прежде всего это учит... Ну, все знают, что Алтай – это мистическое место. И слышать нужно природу. Вот. Именно слышать, чувствовать ее. Магия витает в воздухе, сопровождает виртуозное звучание и растворяется в волшебных звуках. Добрыня Сатин уверен, что вся его жизнь – это череда мистических, удивительных событий. Послушать этот опыт и что-то взять для себя, для развития своего духа прежде всего. Вот зачем. И просто насладиться музыкой, насладиться полетом, творческим настроением этим всем. Тем более в БИСК мы сюда привлекли хор. То есть будет работать, трудиться, я говорю, работать не люблю это слово, трудиться, хор, петь и создавать единую такую вибрацию света, любви и добра. Вот. Мы будем вибрировать, так что приходите. В планах Добрыни Сатина посетить Бурнаул, Новосибирск, затем махнуть в центральную часть России. Вернется магический коллектив на Алтайские земли не скоро. Так что в четверг у бийчан есть хороший шанс услышать Сатина вживую. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Будни. Ра-ра-ра-ра. Совсем скоро начнется похолодание, а это значит, что нужно утепляться. И особое внимание стоит уделить обуви. Где приобрести обувь с комфортом белорусского качества, смотрите в сюжете. Распродажа белорусской обуви в Бийске – это всегда событие для жителей нашего города, особенно для людей старшего поколения. Тем более, что для пенсионеров действует скидка 25%. На ярмарке можно приобрести модели из натуральной и прессованной кожи российских и белорусских фабрик. Вам помогут подобрать удобную обувь по приемлемой цене на осенний-зимний период. Комфортную обувь продавцы-консультанты подберут и для тех, у кого есть проблемы с ногами. За счет того, что обувь широкая и кожа мягкая, очень удобно на ноге сидеть. Я сама хожу в такой же обуви и вполне себе счастлива. А еще на ярмарке представлен большой выбор термобелья высокого качества от 1000 рублей. Комплекты и лосины до 72-го размера для активного отдыха и повседневной жизни. В дополнение можно присмотреть термоноски с ослабленной резинкой. Пожилым людям просто необходимо, потому что, как говорят, старение начинается с ног. И если ногам удобно, ногам комфортно, то и на душе хорошо, приятно. Ярмарка «Белорусская обувь» будет работать в Бийске до конца этой недели. Приходите за покупками в городской дворец культуры. А теперь пришло время рассказать о погоде. 27 октября в Бийске будет пасмурно. Ожидается дождь. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет высокая. Также, возможно, слабая магнитная буря. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 9, плюс 11. И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями нашего города. А также сообщайте о том, что вас волнует. Напоминаю, телефон редакции 313-507. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова